Здравствуйте дорогие зрители, гости, ну и конечно же подписчики моего канала. В этом видео я покажу вам один из способов, как управлять компьютером или ноутбуком с телефона. Выглядеть это будет примерно следующим образом. Итак, приступим. Начнем все с самого начала. Чтобы удаленно управлять компьютером с телефона, первым делом берем телефон. Заходим в Play Market. И в поисковике по магазину пишем на английском Chrome Remote Desktop. После чего жмем поиск. Итак, приложение с данным значком нашлось. Жмем установить. И дожидаемся завершения установки приложения удаленного стола. После установки открывать данное приложение пока не нужно. Просто выходим в главное меню телефона. И проверяем наличие и место расположения ярлыка данного приложения. Запустим мы его чуть позже. А пока переходим в моем случае к ноутбуку. Заходим в браузер Google Chrome. Жмем в правом верхнем углу вертикальные три точки, то есть настройки. Наводим курсор мыши на дополнительные инструменты. И выбираем в этом окне расширение. Жмем в левом верхнем углу на горизонтальные три линии, то есть главное меню. И нажимаем в левом нижнем углу. Открыть интернет-магазин Chrome. В поисковике по магазину пишем ту же фразу на английском, что и в плеймаркете на телефоне. То есть Chrome Remote Desktop. Жмем поиск. После чего справа обратите внимание на появившееся расширение. Chrome Remote Desktop. Его необходимо будет установить. Чтобы его установить, жмем на него. Далее установить. И нажимаем установить расширение. Итак, расширение Chrome Desktop установлено. Чтобы его включить, закрываем это ознакомительное окно. И нажимаем здесь на ярлык пазла. То есть заходим в установленные расширения. Здесь нажимаем на значок Chrome Desktop. Теперь необходимо настроить удаленный доступ. Чтобы настроить удаленный доступ к этому компьютеру с другого устройства, нажимаем здесь на эту стрелочку для скачивания удаленного рабочего стола Chrome. Дожидаемся завершения скачивания. Нажимаем здесь кнопку принять условия и установить. Нажимаем кнопку да, если потребуется разрешение для скачивания. После чего начинается скачивание. Далее в этом поле введите любое имя для компьютера. Я оставлю свое название технокомпьютер. После чего жмем далее. Здесь придумайте пароль, который необходимо будет вводить при удаленном подключении телефона к компьютеру. И повторно подтвердите данный пароль. После чего жмем запуск. Ну а теперь берем телефон. И запускаем скаченное приложение от Google удаленный рабочий стол. Нажимаем на имя обнаруженного компьютера, в моем случае технокомпьютер. Вводим код для сопряжения, который вы перед этим придумали. После чего жмем подключение. И как видно, теперь изображение монитора моего ноутбука теперь транслируется на телефон. Ну а далее уже можно закрыть браузер уже с телефона. Переходим на рабочий стол Windows для дальнейшего управления. Можно зайти в меню. Настройки. Проводник. Да и вообще куда угодно. Кстати, при желании к телефону можно подключить как USB, так и Bluetooth клавиатуру. Кому было полезным и понравилось данное видео, поддержите его лайком и подпиской на канал, не забыв нажать на колокольчик. До скорых встреч на моем канале и всем пока.